ПЕСНЯ Говорила я тебе, что твои бездарные помощнички ни на что не спасло! Я б с тобой согласилась, сестрица, если б были мои помощнички, но я не твои помощнички тоже! Тихо! Смотри! Идут, поют, веселятся! Главное, ничего не валят, но это возмучительно и отвратительно! Но ведь в конце концов они устанут! Присядут отдохнуть, и тогда мы им устроим отдых по полной программе! Прекрасная идея сестрица! Привал! Маковое поле! А вот этот отвар из пиявок поможет им получить бессрочный отпуск! Ничего подобного! Настойка на летучих мышах поможет в этом случае! Итак, начинаем наше шоу! А как вы думаете, а идти по этому полю не опасно для меня? Все здоровье! Ай, дядя, ты кричишь хвою! Татошка, отчего это ты зеваешь? До привала еще рано! Матя! Матя! Ты прав! Отдохнуть бы нам не помешало! Нет, нет! Спать на этом поле нельзя! Нас же можем заседнуть! Да! Вот! И тогда валюшки потеряют всю свою пушистую сию! Ладно! Давай мы отдохнем! Ну вот! Уснули! Охраняй их! Теперь! Ох-х-х-х-х-х! Все! И все же согласитесь, милый мой! И ваш пример тому лишь подтверждение, что и без сердца можно добрым быть, а без мозгов стать умным невозможно! Да! Но, милый мой, сколько людей существует в этом мире, не имея в своей голове абсолютно ничего! А вы попробуйте прожить без сердца! Страшиво! А где Элли, Лев и Татошка? Я видел, что зашли они на поле, но после я не видел ничего! Элли! Элли! Татошка! 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 Лев! Элли! Элли! Лев! О горе мне! Они мертвы! Никак я не могу понять! Лев! Ты был так трогателен своей беззащитности, Татошка! Ты был так храбр! Что тут случилось и почему все трое лежат на этом поле без мятежа? Элли, ты бы стала настоящей мечтой для какого-нибудь настоящего рыцаря! Да! Я все понял! Они просто спят! Спят? Спят! Ура, друзья! Они спасены! Друзья, проснитесь! Друзья, да проснитесь же вы! Проснитесь! Ну что же нам делать? Ну что же нам делать? Проснитесь! Что делать? Что делать? Что делать? Раскричались тут! Вот-вот! Нужно поменьше кричать! И тогда решение обязательно найдется! Надо позвать нашу жену королеву Рамину! Она уж точно знает, что вам делать! Вот-вот! Позовите, пожалуйста! Королева Рамина! 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 Я приветствую вас, дорогие гости нашего Мышиного Королевства! Наши друзья! Вы уснули? С ними что-то случилось! Да помогите им, пожалуйста! Пожалуйста! Я все знаю! Мои подданные доложили мне, что здесь произошло! Ага! Это особое колдовство, рассчитанное только на ваших друзей! Ой-ой-ой! А что же? Нужно просто перенести их с отравленного поля, и тогда они проснутся! Ага! Но лучше поторопиться! Иначе чары злых волшебниц могут оставить их спящими навсегда! А! Скорее, спасибо! Мои мыши-малыши! Мои мыши-малыши! Но судить их не спеши! По крохотным размерам, даже в нашинской глуши, их поступки хороши! Мои мыши-малыши! 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 Если я наш другом, он будет во сто крат силён, Чтобы та молва про нас не голосила. Мы на подвиги готовы, да-да-да-да, Повторим ещё раз снова, да-да-да-да. Да-да, мы! Мы, 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 мыши, Мы спасём Большого Льва, Ну-ка вместе раз и два. Мы гордимся тем, что мы, 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 мыши. Девушки отдыхают Я помню, как мы решили сделать привал на лаковом поле. И вот мы здесь. О, как я счастлив, что проснулись вы. Я тоже. Но если бы не мыши, все едва ли так благополучно бы не разрешилось. Эли, так о, если бы не мышиная королева, и ее племя, все могло бы закончиться печально. Эти маленькие создания показали себя настоящими героями и храбрецами. Да? Да. Мы очень рады встрече с вами и вашей помощи. Да. Скажите, а чем мы можем вас отблагодарить? Да. Я тоже очень рада познакомиться со столь интересными путешественниками. Но, поверьте, мы помогали вам не ради вознаграждения, а по законам простого гостеприимства. Спасибо. Да. Хотя, среди вас есть тот, кто мог действительно помочь. Кто? Кто? Моему мышиным королевым. Кто же? Я. Ну, конечно, Лев. Царь кошачьих и всего зрения. Ну, и все. Он мог бы попросить кошек, чтобы они оставили в покое моих подданных. Если я когда-нибудь наберусь храбрости, то я, конечно же, поговорю с кошками, чтобы они оставили вас в покое, достойной королевы. Этого будет более чем достаточно. Молодец. 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 Да. Желаю вам удачи и до свидания. До свидания. До свидания. Чего спустим, друзья? Идем? Идем. Если бы ты сделала свой отвар посильнее, они ни за что бы не смогли проснуться. Твоя настойка тоже не очень подействовала. Тихо. Тихо. Не надо ссориться. Нам нужно объединить наши усилия. Объединить. Иначе этой банде уже до изумрудного города рукой подать. А может, убедить девчонку не ходить в изумрудный город, а? Интересно. Как ты ее убедишь? Как? Рассказать ей про волшебные туфельки и про их свойства. Стоит ей только узнать, она не пойдет больше дальше. И все. Трое друзей останутся без исполнения желания, а мы заплодим свою власть. Красная идея, сестрица. Итак, сюда большой транспарант, живо, унываемся, играем в добрый. Это самое сложное в данный момент. Этот момент надо пережить. Чудеса, чудеса, чудеса! Самые заветные желания, паку, штуки, бомбир, руки! Чудеса, чудеса, чудеса! Чудеса, чудеса, чудеса! Попы тогда рвать этот взгляд! Скажите, сердце не найдется! Зачем тебе эта бестолковая штука, если есть полироды? Ребята! Сомневаешься напрасно! А счастливым будешь ты, а счастливым будешь ты, а счастливым, а счастливым, а счастливым будешь ты! О-о-о! К такому солидному господину, конечно же, нужно что-то такое! Что-то очень важное! Говорите, догадай сама! Это, это, это! Конечно, это умные мозги! Отличный выбор! В нашем меню как раз есть мозги с горошком! А зачем вам мозги? Вы и так привлекательны! Да! А давайте лучше сошьем вам новые штаны с генеральскими лампасами! Люди в суд по лучшей клетке, дровосинку полируем! И чучело в марионетке, пусть сыграют эту роль! А девчонке в руки швабру прибирать готовься до! Всем умным, добрым, храбрым применением найдем! А для тебя, красавчик, самый лучший подарок! Удражься напрасно! А счастливей будешь ты! А счастливей, а счастливей, а счастливей будешь ты ю! Здравствуй, деточка! Здравствуйте! Скажите, это правда изумрудный город? Изумрудный не бывает! А где волшебник Гудвин? Да, да, да! Где же ваш Гудвин? И города я тоже что-то не вижу. Ты видишь изумрудного города? Вы все слышали, он не видит изумрудного города! Изумрудный город виден только самым умным, самым храбрым и самым сердечным. А если этого нет, то ему и увидеть невозможно. У вас нет сердца, храбрости, ума, но наша Элли обладает этим. Как вышло, что она не видит город? Это не ваше дело. Подождите, но где великий волшебник Гудвин? Чем тебе великий Гудвин? Как же, он должен исполнить желание моих друзей? И тогда, как сказано в волшебной книге, мы с Татошкой попадем домой в фантаз. Это мы сделаем и без... Что вы можете сделать без Гудвина? Отправить вас домой! Правда? Чистейшая, чистейшая правда! Девочка, мне очень неудобно об этом говорить, но ты могла бы отправиться домой уже давным-давно. Просто эта интриганка Велина тебя обманула. Обманула? Да! Ты могла бы оказаться дома в сию одну секунду. Стоило только стукнуть каблучками три раза, и ты тут же была бы дома вместе с мамой и папой. С мамой и папой! Это правда? Элли, давай постучи с твоими каблучками, и мы дома. Стучи! Прости, Элли! Ну, а как же наши друзья? Страшила железный травосек и лев. А зачем они тебе? Ну, если мы не попадем в изумрудный город и не встретимся с Гудвином, их заветное желание никогда не исполнится. Ну, и что? Зато ты со своей собачкой скоро будешь дома! Дома! Думай, у тебя есть прекрасный шанс! 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 Эй, 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 эй! Ой, Татушка, это же не по-товарищески! Не по-товарищески! Не почему? Правильно, Элли говорит! Не по-товарищески там выступать будет! Шанс! Шанс! Нет! Вот! Пока я не доберусь до изумрудного города и не встречусь с Гудвином, я останусь со своими друзьями! Элли! Ах! Так! Так! Ах! Ах! Так! Ах! Да! Ты никогда не попадешь в изумрудный город! Ах! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! 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 Вот это да, Вер! Какая сила в тебя сокрыта! Спасибо тебе, Лев! Моя школа, дай пять! Я за вас очень сильно испугался! Смотрите, по городу правда как будто изумрудный! Да! Сокрыт светит, сокрыт! Сокрыт светит, сокрыт! Ой, дай, дай! Эй! 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 Вот так пройдешь за тридевять земель, преодолев все трудности и страхи, стучишь в ворота, а тебя не слышат! Да! Друзья, быть может, надо крикнуть вором? Не надо вором, друзья! Я думаю, что у моего голоса будет достаточно! Да! Зачем же так кричать, друзья? Да! Я не глухой! Да! Просто немного рассеянный! Итак! Что вам улодно? Мы пришли к волшебнику Гудвину! Да! У него столько дел, что он вряд ли сможет вас принять! А я думаю, что примет! Ведь мы пришли издалека! Да, да, да! И все же, господа... По вашим настойчивым просьбам, я думаю, что великий волшебник Гудвин примет вас! Прошу вас надеть вот эти зеленые очки! Эй! 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 Какие еще очки? Пустите нас с вами в город! Зеленые очки — это непременные условия пребывания в нашем городе! Каково требование великого волшебника Гудвина? Ну, хорошо! Мы наденем все, что угодно, если у вас такие традиции! Ну, а скажите, зачем это нужно? Ну, все же так ясно! Зеленые очки вам необходимы, чтобы вас не ослепило великолепие изумрудного города! Без них вы просто не сможете спокойно осматривать наши достопримечательности! Итак, добро пожаловать в изумрудный город! Ура! Ух ты! Смотри и удивляйся! Внимай и восхищайся! Ведь ты пришел в изумрудный город! И всем восхищайся! Зеленый цвет прекрасен и прекрасен сам изумрудный город! Зачем нам красный, черный и синий, когда и зеленый самый красивый? Он весьма приятен для глаза, поднимет настроение сразу Вселяет радость и веселенье! Вселяет радость и веселье, да? Зеленый цвет! Зеленый цвет прекрасен и прекрасен сам изумрудный город! Ах, как элегантное зеленое платье! И галстук зеленый всегда будет кстати! Зеленый с ручки, оборки или уши! Пишут об этом, ты только послушай! В этом сезоне знает каждый в моде! Зеленый цвет! Зеленый – это очень практично, престижно, надежно, Акологично! Заметит, конечно, вовсе не трудно! Здравствует в мире свет изумрудный! И как один выбираем дружно мы! Зеленый цвет! Смотри и удивляйся, обнимай! И восхищайся! Ведь ты пришел в изумрудный город! И всем восторг наш, я всем зеленый! Мы в зре прекрасен и прекрасен сам! Изумрудный город! И вдохновь, и вдохновь, и вдохновь, и вдохновь! И восхищайся! Убивай! Итак, мы пришли! От имени великого и ужасного волшебника Гудвина! Приветствую вас, у чужесторанцы! И позвольте спросить, а зачем вы хотите добиться аудиенции у великого волшебника Гудвина? Нам нужно срочно к нему попасть, потому что только он сможет отправить нас с Татошкой домой в Канзас. Канзас! Да мне он даст умные мозги! Да-да-да, а мне сердце! А мне смелость! Смелость! Смелость, сердце, мозги и Канзас! Да! Ну посмотрим, что мне удастся для вас сделать! Попробуйте! И куда? А постойте! Любежный! Мы же не забудем! Любежный! А куда? А где гудвы? Любежный! Жители! Великий волшебник Гудвин, извещён о вашем прибытии и... И... Принят вас! Ура! 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 Только будьте готовы к любым неожиданностям! Великий волшебник Гудвин! Большой шутник! 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 Мы из Канзаса. Это очень далеко от волшебной страны. Но там остались наша мама и папа. Одна добрая волшебница сказала, что именно вы сможете нам помочь вернуться домой. А это мои замечательные друзья. Они расскажут о себе Хани. Меня зовут Страшилы от того, что... А. Я жажду знаний очень страшно. Б. Обликом своим ворон пугают. И В. Мне это жутко неудобно. Я верю, Будвин сможет мне помочь. Он даст мозги, чтоб мог я поменять постылую профессию Страшилы. Чтоб не пугать, а радовать словами. Да. А я... Я, ваше магичество. Я тот несчастный, который когда-то влюбился в прекрасную девушку и отдал ей свое сердце. А она поиграла с ним немного и куда-то положила. Мол, сама не знаю куда. Я прошу вас, ваше магичество, верните мне сердце. Уважаемый Гудвин, а я лев. Я с самого детства всего боялся. Я был самым трусливым изо всех любовь. Не могли бы вы дать мне немножечко смелости. Я Гудвин, великий и ужасный. Вас привело ко мне предсказание волшебных книг. Но Велина прочла вам не все предсказание. Чтобы ваши желания исполнили, вы должны освободить волшебную страну от двух злых волшебниц. Только тогда вы получите желаемое. Но, мистер Гудвин, я же только маленькая девочка. Как я могу справиться с волшебницами? Ваши маги. Аудиекция окончена. А что же мне делать? О, Элли, милая, не плачь. Я понял, мы тебе поможем. А, Элли, с тобой мы отправимся хоть на край света, чтобы освободить волшебную страну от злых волшебниц и вернуть тебя с Татошки домой. Да, да, и на меня ты тоже можешь рассчитывать. Только где же мы найдем этих злых волшебниц? Зачем же нас искать? Мы всегда к вашим услугам. Ну, давайте, уничтожайте нас. Посмотрим, как это у вас получим. Боль на пол заточен остро. И никогда меня не подводим. А ну! Я тоже хочу получить упоение в бою. И я, друг, с тобой. Прост, прост, прост. Уверен? И я на что-нибудь сгожусь. Да. О, какая самоотверженность. Впечатляет. Какая самоотверженность, скажите. А вы способны отказаться от своих самых заветных желаний, чтобы ваша Элли вернулась домой? А? Нет. Вы никогда не откажетесь от своих желаний. Поэтому наша власть здесь будет вечной. Я готов отказаться от сердца ради Элли. А я от мозгов. А я от смелости. Нет. Ничем не нужно жертвовать, друзья. Чего вы хотите? Верни волшебные туфельки. Да, они наши. Нет, Элли. Элли, не делай. Не надо, Элли. Стой. Все, идите. Вот теперь ты никогда не вернешься домой. И никто не сможет лишить нас власти. А вот с этим Гудвин хотел бы поспорить. Все, давайте поспорим. Честно сказать, я не совсем волшебник. Я просто цирковый артист. Но я знаю, как исполнить ваши самые заветные желания. Как? И с исполнением каждого желания эти злые дамы будут терять свою волшебную силу. Этого-то они боятся. Это ты, Гудвин. Великий и ужасный. Простой циркал. Простой. Моя, мое, 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 мое. Годы, проведенные в волшебной стране, научили меня простого фокусника настоящим чудесам. Сеньор. Все просто в этом мире. Знают даже дети. От древности нашел род до наших дней. Жизнь цирк, где только фокусник в ответе. За чудеса, что происходят в ней. Волшебникам не сладко, правда, братцы. Что жизнь их беззаботна, ерунда. Реквизит ломает, признаться. Но руки не подводят, но руки не подводят никогда. Тому, кто хочет, дать ума несложно. А добрякам легко дарить сердца. Волшебникам не сладко, правда, братцы. Что беззаботна наша жизнь, ерунда. Переквизит ломается, признаться. Но руки не подводят, но руки не подводят никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но не в нашей сказке. Скажите, а с этой штуки я действительно стану умным? Обязательно. Но, дружок, не забывай еще больше читать. Ваше магичество. Скажите, а разве оно настоящее? Может ли оно любить? Еще как может, мистер Доросик. Однако будьте осторожны. Не следует любить всех подряд. Да. Любите только достойных людей. Да. И тогда, да, ваше доброе сердце принесет вам счастье. Да. Уважаемый Гудвин, а я что должен это пить? А вдруг оно горькое? Ну, милый мой, это лекарство. Оно вызывает прилив сил и веру в себя. Только, милый мой, не превышайте дозировки. Мистер Гудвин, а как же мы с Татошкой? Да. Ага. Милая Элли, а почему же ты не воспользовалась своими волшебными башпачками, а? Ведь и Генгема, и Бастинда были правы. Стоило только три раза стукнуть каблучками, и ты в тот же момент очутилась бы у себя дома. Но ведь тогда, мои друзья, никогда бы не получили того, что для них важнее всего на свете. Да, да, что-то вы не то говорите, господин волшебник. Да, и почему волшебница Велина не сказала мне все с самого начала? Да. Если ей сразу все было известно. Вот, вот. Конечно. Милый, я не могла этого сделать. Иначе бы друзья никогда не дошли до изумрудного города. Гудвин сделал то, что должен был сделать. Помог Страшире, Дровосеку и Льву поверить в себя. Велина права. И без моей помощи каждый из вас, друзья мои, был уже умным, добрым и смелым. Конечно, Дровосек, ведь у тебя и раньше доброты хватало. Вспомни, как часто ты за нас переживал. Но ведь и ты, Страшилов, всегда был умный. Вспомни, кто принимал все самые верные решения в сложных ситуациях, а? Да, да, Лев, и ты. Ведь ты с самого начала был самый смелый лет на свете. Конечно. Иначе как бы ты нас защитил от такого злого дракона? Так ведь это ты и научил меня, Татошка, бояться не за себя, а за других. Татошка! А ты, Элли, своим примером доказала всей волшебной стране, что только дружба делает нас по-настоящему умными, добрыми и смелыми. Да. Так значит, эта дорога нужна была всем нам, чтобы поверить в свои силы? Ну, конечно, Элли, так же, как и вся эта сказочная история. Ой, 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 подождите, а как же и когда мы попадем с Элли домой в казах? Ведь у нас больше нет серебряных башмачков. Ну, я все-таки немного волшебник. Да? Да. Смотрите. Откуда это? О, Элли, это долгая история. Я расскажу тебе о ней по дороге, ведь я же лечу с вами. Что? Пора уже посмотреть, что делается там, в большом мире. Подождите, а что же с моими друзьями? О, не волнуйся, не беспокойся о них, ведь они же остаются у себя дома. И они всегда будут ждать, когда ты вернешься их навестить. Да. А ты обязательно вернешься, но это уже совсем другая история. Погода уютка солнцу в местных небесах и множество веселого народа. Здесь неприемлемо верит в чудеса. Пусть городов на свете очень много, И мы с тобою, милый друг, хотим Найти свой город и свою дорогу, Но из угруды все-таки, но из угруды все-таки один. Лишь желтая кирпичная дорожка Ведет к нему через стремучий лес. И по дорожке этой невозможно Пройти без приключений и чудес. Жизнь неспроста, загадочная штука, Свою дорогу каждый в ней найдет. По ней идти, конечно, лучше с другом. Куда, скажи, без друга ты дойдешь? Пусть городов на свете очень много, И мы с тобою, милый друг, хотим Найти свой город и свою дорогу, Но из угруды все-таки, но из угруды все-таки один. И мы с тобою, милый друг, хотим И мы с тобою, милый друг, хотим И мы с тобою, может, как institutions. Кто, может, может быть, будет И мы с тобою, милый друг, что везде ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ